В Москве проходит второй день Национального конгресса эндокринологов с международным участием «Персонализированная медицина и практическое здравоохранение». Медвестник находится в центре событий. Я с большой радостью представляю моего собеседника. Это Елена Николаевна Андреева, заместитель директора Центра эндокринологии Минздрава России и директор Института репродуктивной медицины. Очень рада, что вы нашли для нас время. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, в каких случаях беременность может являться триггером развития эндокринных заболеваний у женщины? Беременность сама по себе – это такая модель инсулинорезистентности физиологической. То есть в норме она должна протекать как нормальная беременность. Но у нас сегодня такое положение экологии, такое положение стрессогенных характеров, такое количество коморбидных заболеваний, что очень многие женщины, так как они еще откладывают свою беременность где-то на возраст к 30 годам первую, то у них чаще всего бывает какая-то проблема с течением этой беременности. Практически 70% беременности сейчас идет с той или иной угрозой возникновения той или иной патологии, в том числе эндокрин. Елена Николаевна, назовите, пожалуйста, эндокринные заболевания, которые встречаются чаще всего у беременных женщин. Ну, чаще всего у беременных женщин сегодня наблюдаются проблемы, связанные с нарушением функции щитовидной железы. Это может быть гипотиреоз в основном, да, но встречается и гипотиреоз. У женщин сегодня, так как они приходят очень часто с избытком массы тела или с кожирением уже с беременностью, и есть различные нарушения пищевого поведения, и, к сожалению, все чаще и стоящее ставится диагноз гистационного сахарного диабета, когда точка становится 5,1 и выше. И это отдельно оглобранная проблема сейчас для акушерской гинекологии с учетом тех рисков, которые уже несет эта беременность. У нас начинают чаще ставить диагноз гиперпаратиреоза во время беременности, и это требует более детального наблюдения наших врачей и наших акушеров-гинекологов. В чем сложность диагностирования эндокринного заболевания у беременной женщины? В том, что на самом деле женщина должна приходить к врачу за 3 месяца до планирования беременности. И тогда вот этих сложностей не будет. К сожалению, у нас очень многие беременеют, как всегда, неожиданно. Лучше всех беременеть тем, кому беременность не нужна. И вот эти 3 месяца подготовки к беременности, которые могли бы поставить диагнозы до беременности, и нивелировать все те проблемы, которые возникают уже во время беременности, к сожалению, не имеют такое широкое распространение. Теоретически пара, планирующая беременность, должна прийти за 3 месяца до планирования беременности, сдать гормоны щитовидной железы. И тогда уже видно, есть ли тенденция к нарушениям функций щитовидной железы. И если у пациентки диагностируется, например, гипертереоз, ей категорически просят отказаться пока от беременности и предпринять шаги для того, чтобы нормализовать тереоидный статус. Если там гипертереоз, то ее надо вначале компенсировать. И дальше правильную тактику разрабатывать в совместном ведении гинеколога-эндокринолога. Если у нее избыток веса, то желательно его нормализовать. Если ожирение, то желательно тоже пройти программу снижения веса, потому что доказано, что все женщины, у которых есть избыток массы тела, тем более ожирение, хуже вынашивают беременность. То есть и беременность может плохо наступать, а еще очень много прерываний беременности на ранних сроках. И, кроме того, уже вопросы по поводу гистационного диабета, либо даже манифестации сахарного диабета во время беременности. Такие случаи тоже, к сожалению, бывают. И довольно часто сегодня. И также случаи того самого гиперпаратириоза. Если вовремя сдать анализ на метаболит витамина Д, посмотреть кальций, то можно заранее поставить диагноз, в том числе аденому пара щитовидной железы, и вовремя подготовить пациент к беременности, дабы не было проблем с развитием ребенка. Можно ли утверждать, что своевременный приход пары к врачу и сдача всех этих анализов гарантирует то, что у женщины не будет эндокринного заболевания во время беременности, минимизирует риск или нивелирует его полностью? Гарантировать мы ничего не можем. К сожалению, это медицина, это не железный какой-то инструмент. Есть индивидуальные все-таки особенности организма. Но то, что это может нивелировать очень многие проблемы, предупредить их, профилактировать, с учетом того самого персонализированного подхода, который мы сегодня проповедуем, это однозначно. Потому что при планировании беременности мы снижаем риски и для матери, и для плода. И не только в нашей беременности, но и рождении здорового ребенка. Если все-таки случается, что женщины обнаруживают эндокринное заболевание во время беременности, как это сказывается на течении беременности, на ее исходе? Ну, это опять-таки смотря какой. Если у женщины, например, гипотириоз, то если вовремя не компенсировать функцию, то достаточно много проблем дальше у детей с вражнежным гипотириозом. Исходя со всеми остальными проблемами, мы уже дальнейшем связаны уже поколением более молодого. Если у женщины гистационный сахарный диабет, то мы можем получить макросомию плода, или фитопатия, или макросомия. То есть это большой крупный плод, который в дальнейшем имеет целый риск проблем, связанные с сердечно-сосудистыми, метаболическими нарушениями и так далее. Сама женщина может получить, как я уже сказала, не только гистационный, но и действительно сахарный диабет, который может манифестировать у нее в любом жизненном периоде. Если у пациентки, например, аденома пара щитовидной железы и гиперпаратириоз, то мы вынуждены в большинстве случаев ее оперировать. Обычно где-то после 23-24 недель беременности работается хирургическая операция прямо во время беременности. А как прегравидарная подготовка женщины может повлиять на ее состояние во время беременности? Она может нивелировать целые риски развития различных эндокринных патологий, о которых я только что говорила. И в том числе, например, даже если женщина с тем же гиперпаратириозом, если вовремя назначить тиреостатике, то мы можем нормализовать функцию щитовидной железы и подготовить ее уже к беременности в более-менее компенсированном виде. Если мы говорим о том, что она не компенсирована с тем же гиператириозом, то нам придется, и она забеременела, мы сейчас не прерываем эти беременности, но нам придется давать тиреостатике в течение беременности, предупреждая женщину, что это может повлиять на развитие патологов со стороны плода. Можно ли выделить группу риска по гистационному диабету? Кто относится к этой группе? Можно. Это те женщины, которые имеют избыток массы тела ожирения, те, у которых имеется уже гистационный сахарный диабет 1 в анамнезе, у тех, у кого есть наследственные формы гистационного сахарного диабета или сахарного диабета в принципе. Напоминаю, что если его вовремя не лечить, а ставят диагнозы акушеры, и первую неделю уровень гликемии на фоне соблюдения диеты, которую должны дать акушер гинеколог, занимается акушером. И только через неделю, максимум две, когда отсутствует компенсация углеводного обмена на фоне соблюдения диеты терапии, пациентка отправляется к эндокринологу для назначения инсулинотерапии с диагнозом гистационный сахарный диабет. Ибо, если этого не сделать, мы можем получить не только проблемы с ребенком, как я уже сказала, афетопатию, либо макросамию, но и с течением самой беременности в виде ее поздних осложнений, при эклампсии, эклампсии, который может повлечь за собой весьма тяжелое осложнение и для материнга ребенка. Елена Николаевна, расскажите, пожалуйста, какие важные вопросы эндокринологической гинекологии будут подняты на конгрессе? Может быть, какие-то новинки, чем хотелось бы поделиться? У нас очень много на этом конгрессе запланировано разных секций, посвященных репродуктивному здоровью женщин и мужчин. Секция по психосоматике репродуктивного здоровья, нарушения менструального цикла, бесплодие, депрессиям при различных эндокринных заболеваниях, в том числе, например, при гиперандрогении различного происхождения, яичниковой, надпочечниковой, идиопатической формы. Это отдельная работа междисциплинарная, которая обязательно должна учитываться любым врачом в реальной клинической практике. У нас будет секция по ожирению репродуктивной функции, менопаузальной функции, формирование менопаузального метаболического синдрома, нарушение углеводного обмена в пери и после менопаузы, что тоже очень актуально с учетом распространенности ожирения сейчас в нашей стране, тем более сахарного диабета. Отдельно будет секция, на которой будет звучать национальный критерий по контрацепции, которые только что появились в 2023 году. Я буду их представлять широкой публике, докринологам, врачам общей практики, терапевтам, акушерам, гинекологам, с учетом тех последних данных, которые были получены в доказательной медицине за последние годы, ну и многое-многое другое. Поэтому приходите на наши секции, будет интересно. Спасибо, обязательно придем. Спасибо.